Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская, студия Новое Планетарное Телевидение, Томил Нату, штат Южная Индия, перед Индийским океаном. И сегодня я продолжаю передачу о том, что у нас происходит дальше в нашем путешествии в страну детства. И что случится. То есть мы говорили о любви, мы говорили о йоте, мы пригласили на наш корабль, кто смотрел. Ксению Петербургскую, святую. Мы пригласили йоте, мы пригласили поэтессу, которая покончила жизнь самоубийством в 25 лет, Нику Турбину. То есть постепенно наш корабль набирается и туда садятся разные люди. Так вот, для чего это нужно? Для того, чтобы когда мир вашей фантазии столкнется с миром фантазии и поэзии, или, допустим, некий Турбиной, Гетте, или там подвиги Ксении Петербургской, то вы, конечно же, начнете переживать прекрасные мгновения. И при этом вы плывете в детство. То есть представьте, какая многоплановость, при этом вы на корабле. Вот, и плавая на этом корабле, вы переживете разные моменты, и худшие, и лучшие. И вы вернете вместе со мной себе не просто что-то, и заканчивается у меня перед кораблем. Так верни себе, внимание, прочтите еще раз это голубое начало вместе со мной. Этот голубой шарик. Верните себе землю. Верните себе не просто землю дальше в страну детства. Это значит, что верните себе первозданную землю, которую придумал в своих мечтах Бог Богу, Творец Шива. И верните себе все мечты. И опять это ваше все. Потому что вы должны жить на той планете, которая первозданная. Я считаю, что люди так и были сотворены. И вы должны открыть в себе космического, как я уже говорила, бессмертного, сияющего ребенка. И все мечты должны сиять у вас. И дальше у меня начинается такой рассказ, что мы вместе снаряжаем корабль. Мы вместе и отправляемся в путешествие. И вот смотрите, я задаю корабль. Вы, я говорю, вы видите корабль вместе со мной. И единственное, что я вам задаю, это алые паруса. Остальное вы видите сами. Теперь смотрите, какая вещь. Вот чем технотронный мир отличается от божественного. В технотронном мире люди сделали корабль из железа, из того и сего. И вот он есть. И вы приходите, вы получаете готовый продукт. Да не важно что. Вы просто потребители. Вы не творцы. Вы просто потребители. Сели вы на корабль, купили билет. Вы потребители. Вы пользуетесь тем, что вам предложили. Вы не можете туда внести ничего. Я же, возвращая вас в первозданный мир мечты, предлагаю вам корабль, у которого я задаю только один параметр. Это алые паруса. Я не говорю какие они, просто алые. Остальное, я дальше говорю, что смелее, вот мостик, вступайте на корабль. Я не говорю, какой корабль. Я просто говорю, ну что, вы видите этот корабль вместе со мной? И что это означает? Это означает только одно, что я предлагаю вам увидеть каждому вот это свое представление, свою фантазию о корабле. Я ни на кого не давлю, никому ничего не диктую. Я просто предлагаю открыть каждому свою фантазию. Это не потребительство, это и есть творчество, начало творчества. Единственное, что я говорю, что он стоит у берега. И потом я заявляю, что я капитан, что это возможно, чтобы женщина была капитаном. Почему я заявляю, что я капитан? Да потому что я это предлагаю. Вот я предлагаю вам этот мир фантазии и говорю, я в этом мире фантазии, там, капитан или хозяйка. Но при этом я позволяю вам не просто зайти и попользоваться тем, что есть, как юзером. А я предлагаю вам каждому увидеть этот корабль. Или увидеть свои какие-то детали. И у каждого человека возможно так, что каждый человек будет видеть корабль с алыми парусами свой. Понимаете? Но это будет один корабль. Сколько людей, столько кораблей. Но это будет один корабль. Вы понимаете, какие вообще перспективы открываются для фантазии, для мысли вашей, когда ее не режут, не прессуют, не диктуют, не говорят вот так и так. И так вот женщина-капитан. И я уже вижу лица тех, кто там находится. И вот у меня там появляются героини разные. Кто-то плачет. С кем-то что-то случается. И вот каждый, я говорю, что если не плачь, ты увидишь истоки своей души, откроешь красоту. Не стесняйся, плачь. Вот твой бег закончен. Ты обязательно встретишь Егора, если ты ищешь любовь. То есть там каждому свое. Вот я вижу женщину пожилую. То есть в ее образе, любимой Божией, это все женщины, любимые Божией. В образе такой матери, женщины, которая вся уже в морщинках и заставилась раньше времени. Это как бы бабушки все наши. И все они садятся на этот корабль, где они находят себя. Потому что те, кто заставились раньше времени, хотели вывести подлость на чистую воду. Но чтобы вывести подлость, надо было показать, на каком фоне. Если кругом одна подлость, а времена подлые, подлее не бывает, то тут уже ничего не покажешь. И вот я и говорю, что твое путешествие на этом корабле откроет тебе чистую воду. И эту чистую воду ты откроешь себе. Это я говорю каждому, каждой бабушке, каждой женщине. Молодой женщине, пожилой, юной, красавице, не красавице. Это все не важно. Я говорю о нежности. И я говорю о том, что все эти женщины найдут себя. Они найдут свое счастье. Все будут счастливы. И все себя обязательно как откроют в себе вот то главное, что является душой. И где каждый человек прекрасен. И вот эту нежность откроют. Невероятную нежность. Вы знаете, на самом деле все духовные пути тупиковые. Потому что все они говорят об уме, который или так придумает, или так. Но то, что является сокровищем нашего души, это утончайшая нежность, которая ранит. И эта нежность, с этой нежностью здесь даже не проживешь, честно говоря. Поэтому человек, открыл это в себе, должен пока держать это в себе. И мы с вами находимся в разных городах. Мы не знаем друг друга, но мы знаем друг друга. И мы вместе на этом корабле уже поплывем. Да, то есть мы уже плывем. И потом дальше я говорю о мужчинах, которые там тратили свою жизнь, за родину отдавали. У кого были совесть, у кого была честь. И все они тоже попали в это подлое время. Вот и я говорю, что я для них обязательно вот что-то сделаю. И обязательно все женщины воспримут таких благородных мужчин, мужественных, прекрасных. Рыцарей своего народа. И они понимают это. И женщины склоняются перед такими людьми. Вот я для меня рыцарь народа. Это Лукашенко остается рыцарем своего народа. Зеленский. Вот я не знаю, тут Сакашвили тоже. Человек, который является рыцарем народа. И я говорю о том, что государство – это мы. И надо жить в государстве нашем, а не том, которое нам предложили. И вот все вступают на коран, и заходит последний пассажир. Это не просто обычный пассажир. Это некто. И ему щуки олеют, и у него две слезы. И эти слезы непростые. И догадайтесь, кто это. Кто последний садится на этот корабль. Я не говорю, кто это. Но я говорю о том, что он испытает гордость за женщину свою, за мать, за жену, за друга, за доль, за возлюбленную, за сестру. И познает через это свою единственную женщину. И откроет мир любви. И удивится несоизмеримости любви и власти человеческой. То, чему мы живем – это власть человеческая. Любовь – это власть Божия. То есть вы уже догадываетесь, что именно Бога мы увидим на этом корабле. И вот мы собрались, и ветер нам дует, попутный ветер, вперед. Вот так заканчивается первая глава, которая повествует нам о том, что мы идем навстречу не только со своей душой, в которой живет Бог, частички Бога. Но так произойдет, что обязательно сам Бог появится на этом корабле. Да и сам корабль, он сначала будет как корабль, а в целом это голубой наш шарик, наша новая земля, очищенная от всякой грязи. В это время, пока мы занимаемся этим, в другой стране происходят другие вещи. И там, вот вы знаете, тут говорят, что правительство Мишустин заболел коронавирусом, 39 температур, и у него кашель, и он разговаривает с Путиным. И когда я посмотрела на лица одного и другого, я подумала, вот как мы с вами играем в воображении, в то, чтобы отправляемся на корабле путешествовать, так, по-моему, эти двое ребят тоже играют в какую-то игру, в капустник какой-то, и что это такое, для того, чтобы... Потому что человек, у которого пожилой человек, у которого 39 градусов температура, вот так сидеть и скрытую такую, иметь такую улыбочку где-то там, ну, как прямо Мона Лиза. И Путин тоже, ну, как Мона Лиза. Это так интересно. Будем смотреть, как будет разворачиваться это, эта вот ситуация. Но у меня такое ощущение, что это просто какое-то такое показательное выступление, для того, чтобы показать, как человека излечили на самом деле. Ну, посмотрим, я просто не буду ничего говорить. Короче, все играют в игры. Мы с вами играем в одну игру, а они играют в другие игры. Как говорят, у нас своя свадьба, у них своя свадьба. Спасибо вам большое. С вами была Мария Карпинская. Всего вам доброго. До свидания.